Живем постоянно в каком-то дерьме. И нюхает цветы и стоит. Мартин, ты че? С ума сходишь? Тригены пришли к нам, попросили еды. Яйца быка. Самое главное, ангелосомец. Я ремячка ущется. Анкелопа гну стоит на нас, смотрит. Мне понравилось. Я зомби. Животные придут. Реально гиппопотамперез. Сейчас придет лев, ей поможет выбрать. Прикинь, а мусорку какой-то? Тачник. Бегемотье, любовь. Так, задний врубник? Нет, еще рано. Доехали наконец-то до севера Танзании. До парка Серенгети Ингор-Ангора. Это самые известные парки Африки и Танзании в том числе. Единственная проблема, мы заплатили 600 баксов за въезд. На один день. Вот это пока что главная проблема. Но я надеюсь, это будет того стоить. И нам дали кида бесплатного. Мы типа заплатим ему только чаевые в конце поездки. И высадим его в парк. Не надо будет его возвращать, потому что мы едем сквозь парк. Или вам нечего есть. Да. Или вам мясо не докладывают. Въехали в парк Ингор-Ангора в кратер. И первых животных, которых мы встретили, это Газель Гранта. Вот такие вот козлики. Это самка. Эти лопы гну стоят на нас, смотрят. Понравились они. Да? Понравились тебе? Машина нравится? Нет, не нравится. Полосатые эти ослики ходят. Но эти зебры как-то немножко другие. Они более длинные. Они более полосатые. Мышки длинные. Они больше на лошадь похожи. Гена тоже притаилась, как лев. Ждет пока. Лев уйдет. Уйду вообще. О, полезла. Есть предположение, что Гиена хочет напасть на двух гусей. Но, возможно, это не так. Он на маленькую птичку, может, хочет напасть. На Газель хочет напасть. Почему у него задние лапы такие? На Газель бежит, смотри. Прокодин встанет и убежит. Снимай, снимай. О, прям драться сейчас. Все, они вообще по лескам прошли. Они, походу, двоюродные братья. Никакой войны между ними. Мартин, ты что? С ума сходишь? Вот рядом тут. Буффало спит. Буффало. Здоровые. Вон лежит, отдыхает один. Самый главный. Альфа-самец. Где? Вон, прямо. Огромный? Да. Капец, они реально. Вот, они, кажется, даже лев не съест в первый раз. Ну, лев, может быть, не съест, а группа львов съест. Лев, может быть, не съест в первый раз. Единственное место в парке, где можно выходить из машины, это вот это озеро. Здесь можно купаться, загорать, сидеть там под деревом. Правда, здесь водятся крокодилы и бегемоты. Вон они плавают, посередине озера. Вон это бегемоты. Пушки торчат. Парк Нгорен-Горен известен тем, что это кальдера бывшего супервулкана, который взорвался и извергался. И во время извержения огромные лавовые поля образовались. И сейчас на месте этих полей находится парк Сиренгетти. Внутри самого кратера находится парк Нгорен-Гора. Чем это примечательно? Чем это интересно для нас? Потому что на скалах, когда лава прошла, образовалось лавовое поле огромное, очень большое. Сверху было насыпано песка, и со временем это получилась плодородная почва, на которой растет очень много травы и кустарников. Но деревья плохо приживаются здесь. Только маленькие такие оазисы есть, где растут деревья. И получается, что огромные поля травы, которая невысокая. И поэтому очень хорошо видно животных. Даже если где-то далеко, ты можешь приблизить или в бинокль, или на камеру и увидеть животного. Это отличает Сиренгетти и Нгорен-Гора от других парков Африки, где также много животных, но которых ты можешь не увидеть. Допустим, они стоят в 100 метрах от тебя, ты их не увидишь, потому что они в кустах или в траве высокой. А здесь вот этой проблемы нет. Ну, соответственно, за это берут огромные деньги. За въезд в Нгорен-Гора берут 300 баксов. За въезд в парк берут 70 человек и 50 за машину. То есть у нас на круг получилось 600 долларов сейчас. Но, честно говоря, в следующий раз я бы не поехал в Нгорен-Гора. Сейчас посмотрим, как Сиренгетти. Но Сиренгетти в любом случае интересно и можно. Нгорен-Гора не знаю, пока так. На лавандовом поле стояли зебры, а сейчас на лавандовом поле стоит слон. И нюхает цветы, и стоит. Ему очень нравится этот запах. Большой. Запах провансов. Он мечтает о Франции. Стоит в лавандовом поле и представляет себя, как будто он во Франции. А, он себя еще обмахивает лавандой, видишь? Чтобы от него пахло. Он, наверное, пойдет на свидание скоро. Антилопа, короче, хотела поесть листьев, а застряла в кустике. Не может вылезти. Сейчас лев с левом. Да, сейчас придет лев, ей поможет выбраться. Давай, давай. Сделай шаг назад просто, да и все. Короче, ладно. Какая-нибудь антилопа гна. Кальдера. Нгорен-Гора с высоты. Это соленое озеро, которое мы объезжали. И все остальное, это пастбище, где животные тусуются. Вот бафало тусуется. И вот здесь вот. Вот здесь вот стоим мы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Не зря мы ехали, здесь две львицы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видишь, надо поживиться. И проведутся на меня теперь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А он рядом у газели ходит. Вы справа. Есть подозрение, что они усытые. Они готовятся к ночной охоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марабу сидят на акации, смотрят на закат, наслаждаются видами долины Сиренгетти. И ищут, кого бы съесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, мы поехали искать диких животных. На улице ночь. Время только около 8 часов вечера, но уже ничего не видно. И мы хотим посмотреть, ну, выехать из нашей деревушки, посмотреть, что тут рядом есть. Потому что по звукам тут полно всего, чего рядом есть. И прямо очень-очень близко. Мы не знаем, что это. Да, но реально какие-то, не знаю, гиены там, или леопарды, или еще что-то. Пока мы сидели, три гиены пришли к нам, попросили еды. Но мы их прогнали. Не, на самом деле, ходят эти, как его фосы, типа маленькие, такие, типа как лемуры, только меньше. Такие с полосатыми хвостами. Вот мы сейчас поедем, посмотрим, кого найдем. Если что, мы будем включать специально все фары и двигатель. и сидеть, ждать, пока... У меня глаза такие, как будто я зомби. Животные придут. Реально она что-то украла. Короче, курицу какую-то или еще что-то? Что это такое? Кошку какую-то, что ли, тащит? Или пакет какой-то мусорный? Прикинь, а мусорку какую-то тащит? Прикол. Еще дропа белеет. Да, я довольна, потому что... Там еще какая-то херня вылезла. Да, вижу. О, это гиппопотам. Смотри. Реально гиппопотам, пипец. Реально они очень близко. Смотри, видишь, в кустах один стоит. Я реально очкую сейчас. Они очень огромные. Смотри, какие большие. Блин, пипец, реально огромные. А помнишь, я говорил, что от гиппопотама умирает больше всего людей? Да, но они реально близко. Блин, они как-то недобро на нас смотрят. Мы хотели поехать на водопой. Что-то мне уже расхотелось. Смотри, дорога переходит. Давай. Так тихонечко. Он как большая морская свинка, мне кажется. Он, блин, реально 2 тонны, наверное, весит. Да. Они примерно со слоном одинаково весят. Просто он высокий, этот жирный. Ты можешь. Чуть-чуть камера. Вот, да. Блин, реально он здоровый. Ты че, ты думаешь, как мы тупые, что как обычно все тупые убираются? Первыми. Так, задний вруби. Да не, еще рано. Он пока не рассматривает нас как агрессоров. Крой, ты че, тупой, что ты почему не убегаешь? Нет, я не тупой. Мы его посадим в гиеново, скакивает из кустов и его съедает. Спасибо, парни. Усложились. Все, смешно. Шакал, Васька вышел на дорогу. У него такие глаза удивленные. Он не ожидал, что принято граффити. Нет, как будто ему резиночку для волос сильно, это, хвостик заплели сзади. Ой, такой че? Красивый. Один бегемот съел чужую рыбу, сейчас кто-то пытается у него отобрать ее. Не едят рыбу, они целуются, это любовь. Французский поцелуешь? Говоришь с языком? Ой. Засмотрелся, что ли? Да. А, так это малыши-то. Тут уже целуются, да? Тут дальний бегемот здесь поцарапан. Так он зубами его, наверное, красный, и все, и там остается. Все прогнал его. А мама лежит рядом, смотрит и не вмешивается, как дети разбираются. Ты обижен, ушел. Все, он ушел, да. Ушел и плачет. Бегемотия, любовь. Вот реально малышики. Мне кажется, по месяцу. А мне кажется, по 40 лет. Ну, пойдем, батя зовет. Батя зовет, пойдем. Вот она такая зеленая здесь, не рядом. Она не сам уже сразу загружается. Похоже, да. Зелень, да? Вот, короче, бассейн с бегемотами. Как у нас в зоопарке. Только больше. Они здесь плещутся. А как они, интересно, плещутся? А, хвостом просто плещутся. Видишь, они хвостом фигарят и себя водичкой поливают. Нельзя передать вонь, которая... Ну, вонь, да, они реально в какой-то жиже зеленые. Они реально икакывают, и тут же купаются. А, вон стрим малыши. Где? Вон. Пипецкий сад у них, короче, там. Но рисадок толстый, если отзывыки его не пускают. Полежать. Мы еще не набрали килограмм на месте. Ну, какие нам такие вчера дорогу переходили. Реально очень страшно было. Как думаешь, он может сюда запрыгнуть? А если я спрыгну? Не заводится. Национальный парк Серенгети закончился. Дороги здесь гораздо лучше, чем в Нгоро-Нгоре. Животных дофигища. Но, к сожалению, мы видели мало хищников. Мы видели... Пару раз видели львов, но они были достаточно далеко. И не видели леопардов и геопардов. Ну, и дофига гиен еще видели. Тоже очень близко. И переночевали в парке. Тоже большое достаточно впечатление. Устроились и такое самодельное ночное сафари. Оно не разрешено по правилам парка, но мы с Пашей посмотрели. Съездили бегемотов и гиен. Подытоживая, могу сказать, что парки большие, интересные. Можно ехать сюда снимать животных. Но надо понимать, что все это не зоопарк. И никто не может гарантировать вам увидеть того или иного животного. Но, тем не менее, животных реально много. И через какое-то время просто уже надоедает снимать этих зебр и антилоп. Просто едешь на них, мимо них, там, со скоростью 100 км в час. И даже не останавливаешься. Потому что реально, вот, копытных просто дофига. Мы даже уже слонов и жирафов там не останавливались. Потому что их просто много. Ты проезжаешь мимо них и все. Вот такой парк. Только выехали на нормальную дорогу. Сразу же заехали в какой-то самый крутой ресторан. Вон же отель. И пошли купаться. Паш. Да? Рад, что ты идешь купаться. Интернет нашел в первый раз за 4 дня. И сколько там, 3 дня. Реально вот это уровень. Да, это реально все. Все сразу залипли. Танцуем танец интернета. Чтоб лучше ловил. Да. Или быстрее качал. Качал главное. Качает. Понятно. Но мы идем купаться не просто абы куда. Куда-то. Что-то. Где-то. А мы идем купаться в озере Виктория. Это одно из крупнейших озер Африки. Оно. Сейчас я вам покажу. Через него проходят границы трех государств. Уганда, Кения и Танзания. Мы сейчас на стороне Танзании. В 100 км граница от Кении. Сейчас покушаем. И поедем сразу в Кению. Уже хочется попасть в Кению. Надеюсь, там будут нормальные дороги. Надеюсь, там будет цивилизация. Потому что, честно говоря, уже устали от этих дорог. Вот такой вот пляжик. Вот такой вот пляж. Справа уже Кения. А прямо впереди Уганда. Паш, ты если хочешь в Уганду, ты можешь плыть прямо. На солнце. А вон там вот уже Кения. Большое тоже озеро. Как обычно, границу перешли ночью. Как обычно, уже в новой стране. Мы в Кении. Отъехали километров 70 от границы. Ехали часа три. Примерно. Сейчас мы держим путь в Найроби. Да? Надо причесаться. Правильно. Как обычно у нас был самый уж отель. У нас встреча с Науми Кэмпбелл. Да, да. Ты договорился? Конечно. Ее Барак Обама привезет? Нет, ее этот, наш русский олигарх сдает. Сдает? Или уже сдал ее. Понятно. Поселил здесь на вечное поселение. Отобрал паспорт. Отобрал. У нее было разве? У нее был российский паспорт, а на Уми Кэмпбелл. Так, ребят, реально, есть проблемы в этих странах. Живем постоянно в каком-то дерьме. Реально, не живите в дерьме. А почему мы тут живем? Ну, потому что такие гостиницы. Потому что водилам такой, не может нормально доехать до города. Всего 400 километров, едет 3 часа с 50 километров. Есть проблемы с водилами, реально. Да, и не дает руль никому, главное. Да. Вот он, водил. Впереди выборы. Синий с красный. Да. Мы еще не определили, за кого голосуем. Возможно, за желтых. В обратную сторону пошла машина генетационная. Это сама машина. У них, видишь, предвыборная эйфория. Они все, видимо, идут на выборы. Все деревни собрали, идут на выборы. И они сейчас это, радуются этому. Да, чему? Что не рабочий день. Всем можно не работать, а пойти на выборы. Галочку поставить. Что-то странное, типа не могу понять, в чем дело. Они же с утра уже подбуханные идут. Может, кортеж президента сейчас будет ехать? Наш кортеж едет. Очередная тупая африканская пробка в честь выборов. Все просто стоит в 5 рядов в эту сторону и полряда в эту сторону. Хотя дорога всего двухполосная. Вот, можете посмотреть, видите? Вот просто нас выжали на обочину, и 2 ряда сейчас едут по однополосной дороге. Причем выжимали люди пешком. Да, причем выжимали люди, которые шли пешком и в этих разноцветных футболках, которые там агитировали. Типа двигайся, двигайся, там едут кандидаты. Нас накормят сейчас бесплатно, возможно. Если наш кандидат победит. Чувак говорит, парни, да я же на джипе, я поеду по водосточной канаве. У меня же МЛ. Вот, видите, сейчас просто по водосточной канаве едет, чувак. Поверь, сейчас тебя подрежут. Нет, не подрежется. Вот здесь вот он ехал. Спасибо, Паша, посоветовал. Я, Паша, Серега. Приехали в самый дорогой, самый крутой, самый известный ресторан в Кении и в Найроби, в столице Кении. Называется Carnivore. Короче, мега пафосное, крутое место. Выглядит реально как пятизвездочный отель, только здесь едят. Заходим внутрь. Здесь только белые все. Нету никого больше. И гиена. Гиена же еще есть. Да, это мясной ресторан. Здесь готовят носорогов, верблюдов, жирафов, слонов, акул и даже змей. Динозавров, по-моему, тоже. Динозавров тоже готовят, но сегодня праздник, поэтому я не уверен. Вот видите, все это можно есть, заказывать. Сейчас будем смотреть, что вообще у нас будет. Вот меню. Все, что ты можешь съесть за 3400. Это 34 доллара. Ну, 32 доллара где-то. И это все, что ты можешь заказать. Режут мясо, все, что ты хочешь. А что это он принес? Ламп. Это шпага. Это? А, для Турки? Один. Это или это? Это? Это не так, спасибо. Я люблю... И вот так вот сидишь, ешь, пока не наешься. Но я уже ближе. Я уже все тоже. У меня в этом десертный стол еще. Я наелся. Bye. Все-таки хорошо быть вегетарианцем, который иногда ест мясо. Ну, как иногда, почти каждый день. Но я реально объелся. Попробовали всех. Яйца быка, котлеты из страуса, крокодила, всяких разных. Разные виды ягненка, разные виды говядины, разные виды говядины, свинины. Блин, все попробовали. Все вкусно. Не дешево. Мы заплатили сока по 42 доллара. Это у нас было сколько хочешь еды, десерт, чай, сок свежевыжатый, манговый. Ну, что-то вот типа такого. Ну, кто-то там пиво заказывал, кто-то там еще что-то заказал, кофе. Ну, то есть мы просто на трейкшот поделили, получилось по 42 доллара. Мне понравилось. Не зря мы ехали сюда. Такой финиш. Сейчас едем сдавать тачку. Вот и закончилось наше путешествие по Африке. На ближайшие несколько месяцев едем в Москву, получаем визы. И потом снова возвращаемся. Оставили машину в дилерском центре Рено. Также здесь продаются Махиндра и Рено. Почему мы оставляем в дилерском центре Рено? Пока мы ездим в Москву туда-обратно, нам делают полное ТО. И плюс у нас принимают машину со всеми документами. То есть не просто на парковку поставил и уехал, а потом тебя спросить не с кого. Ты оставил машину под ответственность человека, который у тебя ее принял. Под ответственность компании. Поэтому самое простое для нас сделать, оставить, заехать в дилерском центре Рено. Экономим время и уверены, что все будет хорошо. Ну и мы говорим, что мы вот такие едем на Рено. Вот Duster, смотрите. И для них это близко. Они нормально это реагируют. Но берут деньги за охранение. Это всегда нормально в принципе. Вот так вот. А мы едем дальше. Летим в Москву. Летим в Москве. Субтитры сделал DimaTorzok Это рынок Найроби в самом центре города Идем в кафешку, хотим где-нибудь перекусить Вообще Найроби один из самых развитых, один из самых благоустроенных городов Африки Один из самых больших Серега, как тебе? Нравится Найроби-то? Ты еще не решил? Да? Остаешься здесь жить? Сначала на танце Ну потом не знаю, с кем познакомишься, с моим русским языком блестящим Ты... Мне кажется, выпускники есть Патриса Лумумба Ну все Они все твои Они как раз Наконец-то им нужно попрактиковать на самом деле 50-го года выпуска, наверное Ну они нет, они помоложе, надеюсь, все-таки Там до сих пор еще учатся люди, представляешь? Ну да Кстати, мы много встречали людей, которые говорят по-русски по всей Африке Да, грузинов, армян Конечно, жалко, что в Кении мы были всего два дня Точнее, одна ночь и полтора дня Но мы сюда вернемся еще попозже У нас еще большие планы на Кению Мы поедем в следующий раз Мы едем вокруг озера Виктория Это будет Кения, Танзания Бурунди, Руанда, Уганда И после этого мы поедем на север, уже в Эфиопию К племенам и в дикие условия Сейчас наше путешествие заканчивается И мы улетаем домой Но мы улетаем ненадолго На пару месяцев Надо взять небольшой перерыв Получить визы Ну и просто отдохнуть от Африки И до этого я еще съезжу в Америку Если получится, если мне дадут визу, то еще в Канаду Вот, так что ждите новых выпусков об Африке Субтитры создавал DimaTorzok